Умники и умницы городских школ и учреждений среднего профессионального образования собрались на одной площадке, чтобы выяснить, кто же из них достоин звания самого эрудированного в области нефтегазовой промышленности и экологии региона. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по мотивам известной телевизионной программы прошла в окружной столице во второй раз. Она была посвящена Дню образования Нинецкого округа и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. За агонистами и теоретиками наблюдала наша съемочная группа. Как называются особо охраняемые территории местного значения? Например, отдельные участки, поляны, отдельные деревья. Вопросы сегодня звучали самые разнообразные. Для кого-то легкие, для кого-то не очень. Одни от волнения не могли подобрать слов, другие, наоборот, уверенно шли к победе. За звание «Умника и умницы» сегодня состязались 10 агонистов. За ответами ребят наблюдала компетентная жюри, в составе которого представители Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Нинецкого округа, регионального центра развития образования и компании «Лукоил». Принимают участие ученики 9-11 классов и студенты первых курсов средних профессиональных образовательных организаций Нинецкого автономного округа. 10 основных участников и по 5 человек группы поддержки для каждого конкурсанта. Старшеклассник первой школы Анатолий Кузьменюк к предстоящим испытаниям готовился основательно. Благодаря своим знаниям и, возможно, отчасти благодаря удаче, Анатолий сумел обойти своих соперников и стал победителем игры «Умники и умницы». Вопросы были не особо сложные, просто иногда я как-то забывал слова, которые хотел ответ сформулировать. Подготовиться мне помогали директоры нашей школы Каня Фьюри Викторович и учитель истории Любовь Олеговна. Вадим Зубанков из группы поддержки Анатолия сегодня признан самым эрудированным теоретиком. Он набрал наибольшее количество орденов за правильные ответы. В прошлом году молодой человек был в роли агониста и планирует участвовать в игре на будущий год. Были сложные, были простые. Не стал поднимать руку, да, прям были явные ответы. На будущий год, естественно, приду. А кем хочешь быть? Теоретиком? Я хочу участником быть на второй дорожке. Ну как, ты думаешь, на будущий год, если будешь участвовать, выиграешь? Если достаточно взять теоретического материала, возможно, выиграю. Награждение победителя интеллектуальной игры «Умники и умницы» пройдет 9 сентября во время экологической акции, которую организует компания «Зарубежнефть». Она же является спонсором игры в этом году. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».